Всем здоров! С вами Макс Листов и это мое новое видео. В последнее время мне задают очень много датитных вопросов. И чтобы не включать всем по отдельности, я решил записать это видео, в котором раскрою темы, которые вас интересуют. Погнали! Началась моя история 16 февраля 1998 года. Сейчас мне 19 лет, и меньше чем через полгода выйдет уже 20. И где же такой мажор, как я, берет себе деньги на поездки? Первый мой заработок для этого были съемки бэкстейдж-видео в 2013 году, когда я еще учился в 8 классе. Мой брат Женя Фист в 10 лет занимался фотосъемками, и именно он меня послал в эту тему, когда позвал снять ему такое хаос-видео про то, как проходит его съемка. Главное, даже за пару часов работы заплатил, что у того было 1000 рублей. Но сейчас Женя уже снимает кадры только для инстаграма своей жены и ведет свой. Ну а я занимаюсь съемками любой сложности. Снимаю в средстайл на неделях моды, делаю портретные съемки, репортажи с каких-то мероприятий, даже пару раз снимал свадьбу, лукбуки для шоурумов, продающие кадры для отелей, кафе, ресторанов, снимаю меню, еду, делаю съемки с коптера для всяких объектов, которые находятся на природе, либо в городе, жилые комплексы. Перечислять можно очень долго. Одним словом, снимаю. Также занимаюсь СММ. Расшифроваться это как social media marketing, то есть ведение, продвижение страниц в социальных осях, каких-то компаний, брендов или личностей. Ну и последнее, это coaching, то есть обучение в сферах, в которых я чувствую экспертность. Провожу индивидуальные обучения по съемке и обработке фотографий. У меня есть курс по монтажу видео, созданию контента на YouTube, введению и продвижению персональных и коммерческих аккаунтов в Instagram. Также у меня есть групповой онлайн-курс по мобилографии, то есть по съемке и обработке фото на телефоне, в котором можно узнать, какими программами лучше пользоваться, полностью инструкцию, как лучше действовать для обработки той или иной фотографии. Если вам это интересно, то пишите в директ или на почту. В данный момент съемки, SMM и coaching являются основным источником моего дохода. И именно таким образом я генерирую деньги на свои поездки. Кстати, про поездки. Очень часто спрашивают, как я строю маршруты и ищу те или иные интересные места. Обычно у меня есть ключевые точки, которые хочется посетить. Ищу их по локациям в Instagram и по тегам. Либо просто в Google сижу часами в поисках интересных для меня мест. Что-то узнаю при общении с новыми людьми. И сразу мне это записываю на телефон в заметке, чтобы это не забыть. Так вот, нашли мы ключевые точки. Их я начинаю забивать на карте. Обычно на телефоне я использую для офлайн-навигации программу Maps.me. И строю маршрут таким образом, чтобы я не ехал по одной и той же дороге два раза. А сделал такой круг и проехал как можно больше мест. Также очень важно быть незакрытым для новых локаций, новых маршрутов. Потому что они могут подвернуться вам под руку просто по ходу вашей дороги. Пример именно так. Я не знал, где меня переночевали в Барселоне. А в итоге нашел не только место, где можно остаться еще на неделю. Но и хорошего друга. Во всем путешествиях очень важно контактировать с людьми. Потому что именно они вам покажут, расскажут что-нибудь новое. А для этого нужно понимать язык, на котором они разговаривают. Я еще до школы начал учить английский язык. Но когда меня в учебном заведении, я понимал, что программа везде одна и та же. Мы учим времена и согласование неправильные глаголы. И бесконечно зубрим топики, которые, мне кажется, до сих пор, если меня разбудить, в среди ночи вам расскажу наизусть. Но на мой взгляд, это не истечение языка, адаптание на одном месте. Потому что самое главное, это большой словарный запас и умение разбирать разговорную речь. Поэтому стоит больше практиковаться. Я советую всем смотреть фильмы на английском языке, пусть даже с русскими субтитрами. Но мой фаворит, это зарубежный ютуб, который я смотрю сам каждый день. Благодаря этому я учусь разбирать быстро разговорную речь, узнаю какие-то новые слова, сленг, которого там очень много. Так что просто найдите блогеров, с которыми вам интересно следить, и вперед. Ну а ссылки на тех, кого смотрю я, я оставлю в описании к этому видео. После поездки в Дагестан, я стали часто спрашивать, не планировал ли я посетить то или иное место, или какой-то город, или село. Но нет. Когда я запланирую поездку в какое-то место, в какую-то область, или краю, или страну, я обязательно об этом сообщу у себя в инстасторе. И тогда я с радостью посещу места, которые вы мне советуете. Так что просто следите за моими историей в инстаграме. Я уже не представляю свою жизнь без техники, дронов и камер. Это мой главный инструмент для творческой реализации, зарабатывания денег и создания интересного контента. Так что главный вопрос, на что же я снимаю? Пойдем по порядку. Canon 5D Mark III с объективом 24-72 версии, это моя основная камера, на которой я сейчас снимаю это видео. Так что все свои фотосъемки я делаю именно на этот комплект. Также его использую для видеопроектов, где не требуется 4К. Например, как это видео. Что сказать? Вечно неубиваемая камера, которая уже стала классикой. Объектив лески, цветопередача хорошая. Также большой диапазон фокусного расстояния у объектива. Снимаю сейчас на него все, от стрит-стайла до съемок на природе. Также у меня есть еще несколько объективов. Canon 18-55, Canon 50 мм 1.8 и блинчик Canon 40 мм 2.8. Вот именно на него я раньше снимал на 7D Mark II, но когда перешел на фулл фрейм, за год ни разу им не пользовался. Хотя объектив на самом деле очень хороший. Но эти два лежат больше для коллекции, на них я очень редко снимаю. Итак, идем дальше. Canon 70D с объективом 10-18. Это моя камера для влогов. Также использую микрофон Rode VideoMicro, на который пишет этот звук сейчас. И штатив GorillaPod Focus, который очень удобно использую для влогов. Так что именно это и является моим основным сетапом для видео. Отличный следящий автофокус. Хорошее фокусное расстояние 10-18. Даже на кропе комфортно все видно, не надо слишком сильно вытягивать руку. Чистый звук с внешнего микрофона. Удобный штатив, который можно закрепить куда угодно. Так что, как вы поняли, я за качество. iPhone 7 Plus. Это то, что со мной 24 часа в сутки. В него могу записать кусок для видео, если у меня нет с собой большой камеры. Огромный плюс – это оптическая стабилизация основной камеры и возможность снимать под водой без каких-либо чехлов. Ну и, конечно же, его компактность. Моя старушка GoPro Hero 3 Plus Black Edition. Уже очень убитая камера, но иногда на нее до сих пор записываю какие-то куски. Ее можно прикрепить, в принципе, куда угодно. Не знаю, на голову, на машину. MacBook Pro Retina. Это то, что со мной почти что всегда. Так же всегда. Пара жестких дисков на 3 терабайта общей сложности. У ноутбука вот такие вот характеристики. Кому нужно, можете изучить. Ну и самая интересная штука – это, конечно же, дрон. У меня это DJI Mavic. Самый компактный дрон в компании DJI, который есть на текущий момент. Который снимает при этом 4K. И есть трехпутевая стабилизация. Он может прететь от вас на 7 километров, транслируя видео вот на этот вот культ, к которому подключается вот таким вот образом телефон. Так что всем могу советовать покупать именно его. Компактность и качество его сильные стороны. Вы меня часто спрашиваете, как я делаю кадры на дрон, находясь за рулем. У этого дрона есть огромное количество функций. Например, следящий режим. Кстати, он висит сейчас сверху. То есть вы выбираете режим Active Track, выделяете объект. Он видит, что это машина. Нажимаете Go. И он просто начинает за ним следить. Сам, без каких-либо моих действий. И летать за ним, и двигается камера соответственно. И именно таким образом были сняты вот эти вот кадры. Но все-таки иногда приходится рулить коленкой, как я делаю сейчас. И чтобы сделать красивый паралет, лучше все-таки сделать это самостоятельно. Потому что дрон просто сам не успевает физически понять, как быстро еду и куда я хочу повернуть дальше. Итак, с техникой разобрались. Теперь перейдем к программной части моих видео. Все свои блоги я монтирую в Final Cut Pro X именно на этом MacBook. Все. Ничего больше я не использую. Крашу, склеиваю, некладываю эффекты. Все в одной программе. Музыка – неотъемлемая часть моих видео. Именно она дополняет видео и создает атмосферу, которую я хочу передать. Да еще и авторское право важно соблюдать, чтобы YouTube не заблокировал ваше видео. И где же я беру треки? Я использую не так много сервисов. Это ВКонтакте, группы, которые называются «Без авторского права». Я состою в сухах пяти. Часто мониторю их на годноту. Также есть знакомые, которые пишут треки, часто используя в своих видео их музыку. На YouTube по такой же схеме есть канал, который публикует музыку без авторского права, который можно использовать в своих видео. Ну и SoundCloud. Там много локальных исполнителей, можно искать по трекам. Вы находитесь в каких-то любимых артистах, там просто на них подписываетесь. Потом все их треки, которые они публикуют новые, отображаются у вас в общей ленте. Ну вот мы вроде и закончили с вопросами по видео. Теперь перейдем к фото. Все кадры после съемки первым делом я импортирую в Lightroom. Таня их отбираю, делаю первичную обработку, свет и цвет. Потом могу сделать какие-то изменения в фотошопе, но основная часть обработки у меня всегда идет на телефоне. Использую я программы Snapseed, Darkroom, Polar, VSO, Photoshop Mix, Lens Distortional. Именно эти все программы позволяют добиться хорошего эффекта и сделать качественную фотографию. Не забываем, что узнать, что каждый из них делает, и в какой последовательности ими лучше пользоваться, можно в моих онлайн-курсах по обработке. Ну а для обработки фотографий в свой второй аккаунт MLStory я использую программу SquareReddit для того, чтобы сделать кадры в квадрате, но в полном размере. Ну короче, вы поняли. На этом вроде как все. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте на колокольчик и пропустите новые видео. И всем пока! Творите, развивайтесь, изучайте! С вами был Макс Листов. Увидимся в следующем видео.